МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии. Юлия Важенина о главных новостях Чувашии прямо сейчас. Еще 25 миллионов рублей на борьбу с опасным вирусом. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Республике остается напряженной. Ремонт дорог, благоустройство территорий, строительство социальных объектов. На вопросы жителей ответил глава администрации столицы Алексей Ладоков. Коворкинг-зона, музыкальный салон, зал виртуальной реальности в Чебоксарах после реконструкции открылась библиотека имени Валентины Чаплиной. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Республике остается напряженной. Уже больше месяца ежедневно регистрируется смерть от COVID-19. За последние сутки заболели еще 123 человека, 11 скончались. О мерах предотвращения распространения вируса говорили на заседании Оперштаба. Чувашия получила более 20 миллионов рублей на препараты для амбулаторного лечения COVID-19. Напомним, первый транш пришел еще в октябре 2020 года в размере 45,8 миллионов рублей. Всего для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19 с федерального бюджета направлено более 70 миллионов рублей. Вся сумма законтрактована. В 37 медицинских организациях работают центры амбулаторной диагностики и лечения COVID-19. Бесплатные лекарства от коронавируса получили свыше 6 тысяч пациентов. Второй транш, который поступил в размере более 25 миллионов, тоже конкурсная процедура запущена, они проведены. Соответственно, уже в январе месяц мы тоже будем в планном порядке получать эти лекарственные препараты. Соответственно, и боя по обеспечению лекарственных препаратов для амбулаторного сегмента не будет. До конца декабря медики, работающие с COVID-19, получат дополнительные выплаты. Врачи, средний и младший медперсонал стационаров и поликлиник, сотрудники скорой помощи за счет средств федерального бюджета. Те, кто работает в медорганизациях, но не являются медработниками за счет республиканского. На заседании коснулись и темы предстоящих праздников. Мы здесь с вами должны исходить из простых вещей. Вот есть ограничения, да, мы говорим, что дополнительных ограничений не будет. Вот в числе ограничений запрет на проведение корпоративов, запрет на проведение организованных массовых мероприятий. Это касается в том числе и новогодней ночи. Поэтому, если такого рода явления есть, если отдельные предприятия зазывают различными способами на такие мероприятия, я прошу доехать, посмотреть, проговорить и еще раз заакцентируйте внимание коллег, что этого делать, наверное, все-таки не следует. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует встретить праздники в кругу семьи. Ряд ограничений коснется и посещения храмов. Обязательное ношение защитных масок и использование масок даже священнослужителей во время таинства и исповеди, где тесный контакт с прихожанами будет, соблюдение миросоциального дистанцирования, для этого осуществить соответствующую разметку. Людям старше 65 лет рекомендовано и вовсе воздержаться от посещения церквей в праздники. Минпромторг России дал свои рекомендации по снижению концентрации покупателей в период предновогоднего повышенного спроса. Увеличить время работы торговых объектов вплоть до перевода на круглосуточный режим, количество работающих касс, чтобы не было очередей. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня в Республике произошло два пожара. В Козловском районе сгорел дом, в Канаше, сарай в частном владении. Два человека погибли. За год зарегистрировано почти 1600 пожаров, в которых погибли 70 человек. Материальный ущерб составил более 112 миллионов рублей. Эти цифры прозвучали сегодня на совещании, где подводились итоги работы системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Масштабных чрезвычайных ситуаций на территории Республики не было. Это главное. В течение года шла работа по установке пожарных извещателей в домах и квартирах многодетных, одиноких, престарелых граждан. Одна из важнейших задач обеспечения пожарной безопасности в сельских населенных пунктах. Печное отопление, наличие бань увеличивает в зимнее время риски. В некоторых районах ситуация вызывает особую тревогу. В Казловском районе ликвидированы два подразделения пожарной охраны и пять подразделений техники находятся на улице, где неотоплены в долг. У нас очень другое средство состава данных подразделений неорганизовано. Кроме того, ситуация прикрытия населенных пунктов в зимний период услышала в Канадском районе, где 9 подразделений на эксплуатацию пожарной охраны выведены из боевого расчета по причине отсутствия финансирования страны в форме учреждения управления и отсутствия личного состава для организации трудосуточного движения. Главы муниципалитетов должны вплотную заняться обеспечением пожарной безопасности в деревнях и селах. Надо найти средства в бюджетах и, конечно, требуется усилить профилактическую работу среди населения. Количество дорожно-транспортных происшествий в Чувашии сократилось более чем на 2%. К такому выводу пришли на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Анализ аварийности показывает, что по итогам 11 месяцев нам удалось сохранить ситуацию аварийности под контролем. Количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 2,2%. Число погибших людей на 10,2%. То есть у нас за 11 месяцев погибло 106 человек в дорожно-транспортных происшествиях. Раненых сократилось на 2,4%. Утвержден план работы на следующий год. Особое внимание будет уделено ликвидации аварийно-опасных участков. Созданию безопасных условий для движения пешеходов-велосипедистов. Запланированы средства на установку комплексов фото-видеофиксации. Никто не отменял и профилактической работы, в частности, по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди детей. В Доме правительства состоялось внеочередное заседание Государственного антинаркотического комитета. На заседании утвердили перечень приоритетных направлений по реализации новой стратегии Государственной антинаркотической политики страны до 2030 года в Чувашии. В ней четыре основных направления. Это государственный контроль за оборотом наркотиков, профилактика и раннее выявление незаконного потребления запрещенных препаратов, сокращение числа лиц, у которых диагностирована наркомания. Четвертое направление, которое реализуется частично в рамках полномочий субъекта Российской Федерации, это сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незнакомым оборотом наркотиков. Мероприятия, предусмотренные перечнем приоритетных направлений, войдут в государственные программы Чувашской Республики. На последнем в уходящем году заседании четвертым по счету депутаты Чебоксарского городского собрания приняли поправки в бюджет текущего года и утвердили новый. В совещании приняли участие глава администрации города Алексей Ладоков, представители органов государственной власти Республики, территориальных структур, федеральных органов исполнительной власти. За проект главного финансового документа проголосовали все 34 присутствующих на заседании депутата. Впервые за долгие годы бюджет был принят единогласно. Разумеется, все цифры не раз обсуждались на заседаниях постоянных комиссий. Бюджет выверен и социально ориентирован. Будут продолжены программы поддержки отраслей, пострадавших от пандемии. Предусмотрены необходимые финансовые ресурсы для реализации национальных проектов. В числе приоритетов медицины – цифровизация, образование. Основой расчетов бюджета города Чебоксара были приняты показатели прогноза социально-экономического развития, города, ожидаемые оценки поступлений налоговых и других платежей бюджет города и изменения в налоговое и бюджетное законодательство, вступающие в силу с 1 января 2021 года. Доходы бюджета на 2021 год прогнозируются в объеме 13,2 млрд. рублей, что на 3,3% или на 0,4 млрд. рублей больше уровня 2020 года. В том числе налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в сумме 4,2 млрд. рублей, с ростом к 2020 году на 8% или на 313,4 млрд. рублей. То есть это собственные доходы. Оливийная доля неналоговых доходов бюджета – поступление от использования и продажи имущества муниципальной собственности. Итак, согласно проекту главного финансового документа, в следующем году доходы составят 13,2 млрд. рублей, расходы – 13,3 млрд. рублей. Дефицит бюджета оценивается 120 млн. рублей. Ряд других вопросов был связан с правилами благоустройства территории и изменениями в положении о бюджетных правонарушениях. Всего в повестке дня 11 вопросов. Структура городского собрания депутатов поменялась. Раньше было 6 постоянных комиссий, сейчас 8. Поэтому нам необходимо привести в соответствие наше положение городского собрания депутатов. Немаловажный документ принимаем сегодня – это перспективный план работы на 2021 год всего городского собрания депутатов, где мы учли основные моменты. Работы очень много простоят, она постоянная. Ну вот, будем работать. Из-за пандемии, связанных с ней ограничений, сумма выпадающих доходов Чебоксар превысила 100 млн. рублей. Депутаты заслушали исполняющего обязанности первого заместителя министра здравоохранения республики Алексея Кизилова. Он сообщил, что после Нового года привиться могут не только учителя и врачи. Ожидается новая партия вакцины. Также пополнится парк скорой помощи. Кроме того, с 1 января откроется дополнительный ковид-госпиталь на 90 коек. Он расположится на базе республиканского кардиологического диспансера. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика. Меньше недели осталось до Нового года. Самое время подвести черту и определиться с перспективами. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыхов провел прямую линию с представителями СМИ и инициативными жителями. В прямом эфире социальных сетей он ответил на актуальные вопросы. Обратная связь позволяет быть в курсе дела, определять главные точки роста и выстраивать конструктивную работу. В целом, по итогам года хочу выделить поддержанную главой Николаевым Олегом Алексеевичем комплексную программу развития города Чебоксары на 2020-2025 годы. Мы о ней много говорили, привлекали общественность, ну и в итоге утвердили. В программу вошло строительство 160 инфраструктурных проектов на 68 миллиардов рублей и 99 коммерческих проектов на 106 миллиардов рублей. Проекты относятся не только к компетенции администрации города, а носят вообще республиканский характер. Первый блок вопросов – это дороги. Горожане интересовались сроками их ремонта и строительства. Конкретные адреса уже известны. Вот в этом году мы отремонтировали 24 участка, в том числе проспект Яковлева, Сугутский мост. Общая сумма – полтора миллиарда рублей. И драмативное состояние дорог на сегодняшний день составляет 74%. Четыре года назад было 30%. По улице Гражданской также очень много вопросов. Определили подрядчика, компания Дорис, которая должна в ближайшее время приступить к работе и завершить реконструкцию в 2022 году. Проблемный объект – Лапсарский проезд. Сразу несколько человек выразили свое беспокойство тем, что его реконструкция откладывается. Лапсарский проезд – очень сложный, тяжелый проект, сложное расположение сетей. И мы планировали к концу года завершить проектирование этой дороги, но столкнулись с рядом сложностей. Но работу мы в этом направлении продолжаем и надеюсь, что до конца первого квартала проектирование закончим. Что касается улицы Ашмарина, то там нет ливневки. Это помешало завершить ремонт участка между улицей Орлова и проспектом Яковлева. Нам нужно построить ливневые сооружения для того, чтобы ремонт был долговечным. Если мы не построим ливневку, то через три года скапливающаяся вода развалит эту дорогу. И поэтому нам нужно время на проектирование. И мы этим займемся в 2021 году, средства в бюджете выделены. Ну а в 2022-2023-м должны эту дорогу ремонтировать. Но она уже будет носить характер реконструкции, примерно так же, как на улице Гражданской. В планах на следующий год благоустроить дубовую рощу, территорию возле ДК «Салют». Продолжится в 2021-2022-м и реконструкция набережной. Интересует граждан и вопрос повышения тарифов в общественном транспорте. На следующий год при обсуждении стоимости тарифа мы выстроили для себя оптимистичный сценарий. И практически пассажиры поток поставили в уровень 2019 года. И даже при этом пассажиры потоки экономически обоснованная цена 25-26 рублей за проезд троллейбуси. Мы предложили рост тарифа на 2 рубля. На 2 рубля по безналичному расчету. Более 70% перевозок сегодня и оплаты за проезд осуществляется именно по безналичному расчету. И мы в принципе стремимся к тому, чтобы максимально выйти на безналичный расчет. Изменения в схеме транспортного сообщения, строительство социальных объектов, благоустройство дворов. Более чем за 2 часа поступило около 40 вопросов. Активно обновлялась и лента в социальных сетях. Жители получат ответы на все вопросы. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Александр Отяков. Республика. В рамках национального проекта здравоохранения до конца этого года терапевты, врачи общей практики и педиатры Чувашии получат более 800 мобильных цифровых платформ. Специальные планшеты, сим-карты и отечественное программное обеспечение. Все это ускорит работу с пациентами на дому и повысит качество услуг. Компания МТС совместно с медицинским информационно-аналитическим центром создали 846 автоматизированных рабочих мест для докторов региона. Еще на выходе к пациенту с помощью мобильного приложения врачи смогут просматривать электронную медкарту. При необходимости через планшет можно провести телемедицинскую консультацию с уцкими специалистами, включая врачей республиканских больниц. Это особо актуально в условиях пандемии коронавируса. Проект был реализован в короткие сроки. В течение месяца с момента закупки до непосредственной поставки до поликлиник и больниц. МТС, специализированные планшеты, программное обеспечение, защищенный канал информации, мобильный интернет от компании МТС. Все это позволит увеличить оперативность работы наших медиков в регионе. Уже в ближайшие дни настройка и ввод устройств в эксплуатацию будут завершены. Специалистами МИАЦ разработана специальная программа по правильной эксплуатации мобильных устройств. Обеспечен доступ с планшетов к республиканской информационной системе. Сегодня наши участковые врачи, выходя на дом пациента, сразу будут иметь доступ к нашей медицинской информационной системе, конкретно к электронной медицинской карте пациента. И с помощью этой программы они могут выписать и льготный лекарственный рецепт. Смогут формировать электронный больничный лист. И самое главное, будут доступны все клинические протоколы, все медицинские документы, которые помогут врачам, самое главное, своевременно и быстро поставить правильный диагноз и своевременно начать лечение. Одно из преимуществ такого автоматизированного решения – его универсальность. Мобильные цифровые платформы могут быть использованы и в других сферах. Например, для обеспечения работы сотрудников почтовых служб, полиции, курьеров, специалистов коммунальных служб. И для всех, кто занимается домовой или поквартирной работой с клиентами. По итогам прошлого года Чувашская республика занимала первое место в ПФО по индексу качества городской среды. В этом году на формирование комфортной городской среды направили 366 миллионов рублей. Что благоустроено на эти средства, обсудили члены межведомственной комиссии. План по благоустройству перевыполнен в полтора раза. Вместо запланированных 25 благоустроены 37 общественных пространств, 6 дворовых территорий. По оценке индекса качества городской среды Чебоксары заняли шестое место в стране. Столица республики город Чебоксары, индекс качества 210 баллов, в группе крупных города с численностью населения от 250 до миллиона человек, на первом месте при Волжском федеральном округе и наряду с такими городами, как Калининград, Ярославль, занял шестое место по России после городов Грозный, Сочи, Тюмень, Белгород и Химки. В будущем году республиканские власти планируют благоустроить еще 22 общественные территории. Такие проекты нужно обязательно обсуждать с жителями, они подскажут конкретные адреса. Глава Чувашии считает, что надо использовать возможности разных программ благоустройства и не забывать о типовых решениях, это сэкономит средства. Библиотека нового поколения появилась в столице республики. После реконструкции открылась библиотека имени Валентины Чаплиной. Библиотека, тебя мы влюбили! Открывайся скорей одним словом! Единая библиотечная система Чебоксар объединяет 17 филиалов. Модернизация проходила в рамках пилотного проекта. Теперь это многофункциональное современное пространство с мультимедийным оборудованием для обучения и творчества. Помимо читального зала, здесь есть каворкинг-зона, музыкальный салон, интро-зал с гаджетами виртуальной реальности и программами для моделирования. На базе библиотеки начнет работу Центр помощи пожилым. Ветеранам помогут разобраться в современных гаджетах. В торжественном открытии принял участие генеральный директор издательства «Детская литература». Владимир Шаталин показал, как по QR-коду в книге можно найти дополнительную информацию и проверить свои знания, ответив на вопросы викторины. Никому не секрет, век быстро меняющийся, цифровые технологии. Мы должны все-таки думать еще и о душах людей, детей наших, о том, чтобы сохранить, несмотря на то, что много-много проблем приходится преодолевать. Читательский билет вручили главе республики. Первое впечатление – это, конечно, восторг, восхищение, ну и, конечно, желание вернуться. Мне кажется, все здорово получилось. Я желаю, чтобы вот это дело продолжалось, и таких пространств у нас появилось все больше и больше. Екатерина Шиверова, Николай Скворцов, Республика. Родители 3.0. Проект под таким названием реализуется в Чувашии вот уже второй год. Это часть нацпроекта образования. Ключевая задача – комплексная помощь родителям в консультации по вопросам воспитания и развития образования. Наша съемочная группа побывала в Красноармейском районе. Здравствуйте. Здравствуйте. С какой сегодня вы проблемой к нам обратились? У нас существует такая проблема. Дочка у нас не выговорит буквы. Р, Л не выходит у нее. Ну и звуки, получается. Хотели бы получить консультативную, методическую помощь. Вадим и Вера Малинины – родители Евы. Ей 6 лет, она ходит в садик, но до сих пор не выговаривает некоторые звуки. Из-за этого девочка не уверена в себе. Родители решили обратиться к консультантам. О проекте мы узнали, в соцсетях видели, информационные ресурсы, другие с друзьями разговаривали, коллеги на работе тоже посоветовали. Существует такой проект, сказали. Мы решили посмотреть, поизучать этот проект. За консультациями семья Малининых обращается уже полгода. И за это время они добились результатов. Все общими усилиями у нас результаты есть. Дочка общительна, активна, интересуется сама. Новые слова, когда появляются, она опять спрашивает объяснение. Очень сама обрадовалась, что у нее вышел вот этот звук. Очень довольна она. У первоклашки Саши другая проблема. Она не может найти общий язык со сверстниками. С ее стороны была жалоба, что ее недопонимают, ее не слышат. Поэтому мы обратились сюда, к консультанту. После посещения нашего центра, да, у нас был результат. Она более спокойнее стала. Я считаю, что проект на самом деле важен как для семьи, так и для общества. Детско-родительские отношения, развитие детей с ограниченными возможностями здоровья, снижение учебной мотивации. На консультации специалисты центра стараются помочь родителям найти выход из сложной жизненной ситуации. Родители, которые приходят к нам в центр, сначала вроде приходят с одной проблемой, но в ходе общения со специалистом проблема оказывается совершенно в другом. И совместно с родителями стараемся найти какие-то пути выхода, чтобы решить данную ситуацию, данную проблему. Только в этом году благодаря проекту «Родители 3.0. Помощь специалистов в Красноармейском районе» получили более тысячи семей. Проконсультироваться можно не только очно, но и дистанционно, и даже по месту жительства. Кстати, все услуги бесплатные. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Новогодний фестиваль «В семье, единый, вместе перле» завершил череду ярких событий, посвященных столетию образования чувашской автономии. Несомненно, каждый народ дорожит своим родным языком, своими традициями. В рамках фестиваля в ДК «Тракторостроители» появилась уникальная елка «Вместе перле». На ней новогодние игрушки, сделанные руками представителей разных народов. Она стала символом единения всех, кто живет в нашей республике. Напомним, что Чувашия стала вторым домом для почти 130 национальностей. Я убежден, что мы с вами продолжим начатые дела в этом году. И многие из них превратим в традиции. В традиции, которые будут жить, развиваться, передаваться от нас нашим детям. Одна из традиций, мне кажется, она замечательная. Это наряжать вместе елку и слово «перле», которое написано на различных языках. И в итоге вместе. Показ национальных костюмов, выступления творческих коллективов национально-культурных объединений республики. На сцене танцевала и пела вся многоликая Чувашия. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Сергей Копеев, Республика. Марафон добрых дел продолжается. На елке желаний, установленной в Чувашском государственном театре оперы и балета, шаров становится все меньше. А вот число тех, чьи мечты исполнили взрослые, наоборот, растет. О таком подарке 9-летний Егор мечтал давно. В семье, где воспитывается 6 детей, одного компьютера, разумеется, мало. Теперь готовиться к Олимпиадам юному математику будет проще. Я очень рад, что мне подарили компьютер. Я мечтал уже давно, когда мне еще было 7 лет. И это на желание наконец-то сбылось. Я буду делать всякие презентации и буду помогать маме. Я теперь верю, что желания новогодние все время будут сбываться. Верить в новогоднее волшебство надо и взрослым, считает Егор. Счастливый обладатель нового ноутбука в долгу не остался. Вручил дарителям елку, которую смастерил своими руками. Роль главных зимних волшебников в этот раз на себя взяли руководители министерств и ведомств, представители общественных объединений и руководители местного самоуправления. С этой елкой мы сняли звездочки, где написано были желания детей из многодетных семей, детей-сирот, детей в сложной жизненной ситуации. И вот мы сейчас уже активно исполняем эти желания. К Новому году ребята получают игрушки, спортинвентарь, цифровую технику, музыкальные инструменты и многое другое. Так Валерия Жалеева занимается музыкой и очень мечтает освоить клавишные. Мы ходим в музыкальную школу второй год на вокал и дополнительно хотим начать заниматься пианино. С детства она любит очень петь, сочиняет сама песенки. Очень сильно мечтала о синтезаторе уже года два, вот прям пишет желание. Хочу научиться играть на синтезаторе. И вот мечта сбылась. Подарком для ребят стало и красочное представление царевна-люгушка. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Георгий Кривошейн. Республика. Чебоксары готовятся к Новому году и Всероссийскому конкурсу «Новогодняя столица России». Глава республики проехался по праздничному городу и лично оценил его готовность к празднику. Каждый год столица меняет свой облик. Постепенно благоустраивается центр. В этом году на обновленной Красной площади установлены световые арт-объекты – тухья, руны. 14-метровая елка сияет в авторском оформлении. Подсвеченные арки, детская площадка, деревья создают праздничную атмосферу. Наш город очень прекрасен. К Новому году удивительно сверкает различными красками и очень красивый. Комфортная среда приходит и в микрорайоны. Завершилась реконструкция сквера Максима Горького в северо-западном районе. Там появились световые арки, иллюминации на деревьях. Очень нравится этот парк, потому что здесь очень много аттракционов. Здесь как бы стало уютнее. Спасибо большое, что построили для нас этот парк. Так что у столицы республики есть все шансы на победу во Всероссийском конкурсе. Сделали очень много. Мы уже подготовили серьезную концепцию. И уже частично мы его реализовали. И вот та иллюминация, то украшение предновогоднее, которое мы сегодня видим, это часть концепции, которая будет реализована под новогоднюю столицу России, в которой мы будем участвовать в следующем году. И уверен, мы получим соответствующее признание. Концепция реализована в нашем чувавском национальном стиле. Очень красочно, ярко и, на мой взгляд, очень современно. До 30 декабря будет завершена художественная подсветка студенческого сквера, деревьев вдоль центральной магистрали в парке Амазония, сквера на площади республики. Екатерина Шиверова, Николай Скворцов, Республика. Это были главные новости пятницы. А я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова